Мы рассказываем о том, что произошло в Чите и Крае. Вы смотрите программу «Время Че» в студии Марина Лиханова. Здравствуйте. Рука закона настигла спустя 10 лет. В Нерчинском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении Дмитрия Евтюхова. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшей по неосторожности смерть человека. Преступление было совершено еще в мае 2007-го. Расследовано и раскрыто оно только в прошлом году. Осужденному тогда едва исполнилось 23 года. По версии следствия, в ночь с 25 на 26 мая Евтюхов с товарищем нанесли визит вежливости своей знакомой. Только застолье для хозяйки закончилось многочисленными оскорблениями и избиением со стороны гостей. Оправиться от побоев женщина не смогла и скончалась на месте расправы. Собутыльники, недолго размышляя, скинули тело убитой в ближайший канализационный люк. Спустя 10 дней сестра погибшая обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Тело женщины обнаружили в люке уже на следующий день. В ходе следствия вышли на второго участника этого преступления, который находился в квартире. Тот взял вину на себя. Евтюхов проходил по этому делу как свидетель. Тот получил уголовное наказание и находился в местах лишения свободы. Пока он там находился, Евтюхов совершил аналогичное преступление. Был осужден и также помещен в места лишения свободы. Тот, который был осужден за убийство той потерпевшей в 2007 году, освободился из мест лишения свободы. Ну и по стечению каких-то обстоятельств в скором времени умер. А находясь в исправительной колонии Евтюхов, в силу каких-то обстоятельств, в результате оперативно-рыскных мероприятий, был уличен в том, что тоже причастен к этому особо тяжкому преступлению суд с учетом мнения государственного обвинителя. Назначил ему уже окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ну а также, с учетом оппозиции государственного обвинения, к нему этому осужденному, теперь же скажем, примены меры принудительного медицинского характера. Ловкость рук и никакого мошенничества в таком исходе уверен и один фокусник, который зарабатывает обманом. На первый взгляд Ловкач обращается к продавцу за разменом денег. В руках у него пятитысячная купюра, просит тысячные. Однако на этом не унимается и пытается разменять у продавца купюры на более мелкие. Когда получает отказ, переламывает купюры и возвращает разменщицы. В этот момент из пачки исчезает несколько купюр. Как правило, продавцы не пересчитывают деньги и возвращают их в кассу. Эти манипуляции неизвестного Ловкача зафиксировала не одна камера видеонаблюдения читинских магазинов. Подозреваемому на вид около 35-40 лет. Рост 175-177 сантиметров, волосы темно-русые. Имеются небольшие лобные залысины. Во время совершения преступления он был одет в кофту до пояса с кожаными вставками черного цвета с капюшоном. Джинсы синего цвета, кеды черного цвета со вставками в районе подошвы белого цвета. Всех, кому что-либо известно о Ловкаче, полицейские просят позвонить по телефонам, которые указаны на экране. Анонимность и конфиденциальность гарантируются. Прикрыли лакомку кафе с привлекательным названием в Карымском районе больше нет. Оказывается, пока лакомка работала, молодежь оттуда буквально не выводилась. Алкоголь там продавали всем без исключения. И в неограниченных количествах возраст не имел никакого значения. Для привлечения и удержания потенциальных клиентов владелец заведения организовал в кафе бесплатный интернет. Разбавил ассортимент пенного и соответствующего лакомства к пиву. Увеселительное заведение с музыкой и приглушенным светом заманивало молодежь с 21 часа и до последнего гостя. Предприниматель, организовавший его, не оформил разрешение на ведение предпринимательской деятельности. Не закупил кассовый аппарат для ведения своей деятельности. Нарушил требования санитарные к этому своему заведению общественного питания. Это и послужило основанием для привлечения его к административной ответственности. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о том, чтобы на основании судебного решения деятельность этого незаконного кафе была прекращена. Значит, надо сказать, что предприниматель, осознавая свою ответственность за совершенные такие вот деяния, правонарушения, ну, в добровольном порядке поспешил прекратить деятельность своего вот этого питейного заведения. А на этом у меня все. Оставайтесь на Первом Независимом. Будьте бдительны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова